Новая стройплощадка появится скоро на гимназической 13. Там уже начали разбирать старую постройку и устанавливать забор. Представитель застройщика отказался показывать документы на дом журналистам, а жители соседних домов говорят, уже пострадали от будущего строительства. Подробности далее. На проезжей части уже начали устанавливать забор. На улице гимназической будут строить новый дом. То ли на 5, то ли на 7 этажей. Представитель застройщика показал документы. Только полиции. Кстати, паспорта объекта тоже никто не видел. О том, что здесь начнется стройка, мы узнали, когда услышали грох. Никто нас не оповещал, к нам никто не приходил и не советовался с нами. Когда мы уже услышали, что здесь гремит, мы пришли и начали спрашивать, ребята, что вы делаете. Вы не переживайте, мы вам заштукатурим фасад. Здесь будет 5-этажный дом, под ним будет паркинг. Я говорю, ребята, здесь море воды в 15 номере, которое никто в Украине не берется откачать. Я говорю, каким образом вы собираетесь здесь строить? Все хорошо, мы договоримся, значит, мы это море не затронем, мы поднимем выше, здесь будет паркинг. Тряска здесь и без этого большая. У нас трещины по всему дому, по всему дому, не только под моим флигелем. По словам местных, под этой территорией находятся катакомбы, а рядом стоит почти разрушенный из-за пожара памятник архитектуры. К тому же владельцы квартир разрушаемого дома не захотели продавать свое жилье застройщику. Мы подозреваем, что сюда нарочно заселили людей ромской национальности и нарочно, подозреваем, что нарочно сделали пожар. После пожара, естественно, началась стройка, то есть это все начали валить. И после того, как начали валить, начались у нас трещины в доме, то есть мы это все очень чувствуем. Здесь вот этот дом сделали поджог и уже после этого начали разваливать вот эти все дома. Тут оставались две квартиры, которые не хотели выселяться, но их просто вынудили. Местные говорят, мирного урегулирования застройщикам достичь не удалось. Евгения Панченко, Валентин Мирза, Седьмой канал.